Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Я нахожусь в Испании. Со мной Ян. Он основатель компании Allegria. Это видео посвящено чему? Вопросу, как купить квартиру в Испании. Вообще, как купить недвижимость, на каком этапе ее купить. В общем, в этом видео мы узнаем все, что связано с покупкой недвижимости в Испании. Сейчас покажем. Да. Сейчас мы куда отправляемся? А мы подходим к нашему новому комплексу. Allegria 12, комплекс, который мы ввели в эксплуатацию в 2020 году. Там все продано давно. Вообще, все наши дома распродаются на начальном этапе строительства. И когда дом завершен, ничего уже нет. Но мы сможем посмотреть саму квартиру, как выглядят комплексы внутри, зона отдыха. У нас во всех домах есть обязательно бассейн, финская сауна. И посмотрим квартиру, поскольку мы ее готовим под аренду. Ее будем сдавать в аренду. Собственники, которые купили у нас квартиру на начальном этапе, хотят ее сдать в аренду. Так что сможем просто посмотреть, как выглядит сам комплекс изнутри. На примере этого комплекса вы увидите, какие квартиры здесь продаются. Ну, в общем, давайте поехали. Комплекс расположен на берегу моря. Сейчас мы заходим в подъезд. В общем, рассказывайте, потому что я, честно, кстати, впервые. Хорошо, это вход в подъезд. Это сходная группа. Сейчас, видимо, убираю. Это вот дверь открыта. Здесь проход в гараж. Потом зайдем. Подземный паркинг, да? Подземный паркинг. Мы спустимся, посмотрим. Во всех домах мы устанавливаем финские сауны. Это сауна. То есть есть такая. Здесь, чтобы... Это не переодевалка, по сути. Так, здесь, да, переодевалка. Да. И сама сауна, там печка. Здесь, чтобы сюда попасть, надо как-то заранее, да? Нет, не нужно заранее записываться. У всех собственников жилья есть такая магнитная карточка, на которую ты пополняешь деньги. Ты подходишь, прикладываешь, и у тебя включается. Каждое посещение, то есть час работы печки, сауны, стоит 3 евро. Соответственно, тебе попариться нужно обычно 2 часа. Грубо говоря, ты пополнил себе карточку в управляющей компании, в администрации, включил себе в любое время, когда ты хочешь, и заходишь. Ну, это очень круто. Мне уже нравится. Зимой. Зимой очень классно. У нас, благодаря финским саунам и бассейнам с подогревом, покупают очень много клиентов из скандинавских стран, преимущественно из Финляндии, потому что все дома сауны, у них сауна как бы маскаев, они без сауны не могут. Обслуживание, за обслуживание вот этой сауны жильцы не доплачивают, да? Или доплачивают? А, смотри, раньше все сауны были, можно сказать, не нужно было отдельно платить, они входили в общий ТСЖ. Но потом очень многие жильцы начали жаловаться, потому что приходят высокие счета за электроэнергию. И есть люди, которые редко сюда приезжают и не пользуются сауной, или вообще не пользуются сауной. Говорят, почему мы должны платить за сауну, когда мы ей не пользуемся. Тогда на собрании во многих домах приняли решение поставить вот такой вот аппаратик, который подключает электроэнергию вот печки, сауны. И стоимость одного часа 3 евро. Соответственно, ты себе получил жетончик, пополнил кредит на этом жетоне и включаешь, когда тебе надо, и пользуешься. Это, кстати, да, очень продумано. Это, кстати, очень продумано, да. И расходы, по сути, снижаешь расходы на электроэнергию всего дома. Здесь бассейн. Во всех домах мы устанавливаем бассейны. Бассейны, кстати, с тепловым насосом. Вот эта вот установка позволяет прогревать воду в бассейне в зимнее время. Да, вот бассейн. Бассейн глубокий. И, по-моему, длина его 12 метров. Кстати, очень многие люди, когда идут с пляжа, они омывают ноги в душе и еще пользуются бассейном. Очень, кстати, удобно. Особенно те, у кого дети, они бассейны все равно любят. Несмотря на то, что мы в 50 метрах от моря. Да, море прям вообще рядышком рядышком. Да, и вот у нас есть еще одна дверь. Мы ее сделали для удобства, чтобы можно было с пляжа не через основной подъезд проходить, а через зону бассейна. Ты помыл там ноги от песка и пользуешься еще бассейном. Да. Ну, мне, честно сказать, нравится. Но, повторюсь, уже сказали, здесь все распродано. Просто это пример комплекса, какую недвижимость здесь можно купить. Сейчас мы зайдем в квартиру и узнаем уже подробно о ценах. В общем, об этом всем поподробнее. Да, сейчас купить можно исключительно в тех домах, которые мы только начнем строить в следующем году. Потому что те дома, которые сегодня строятся, у нас все распродано. Сейчас мы строим два комплекса. Олегрия 17 и через пару недель начнем строить Олегрия 18. Но там все уже распродано. Сегодня мы продаем комплекс Олегрия 19, который начнем строить в апреле следующего года. И там уже тоже половина продана квартир. Так, заходим в лифт. Вот, кстати, может посмотреть надписи. Видишь, поскольку здесь живет много финнов, надписи не только на испанском, русском, а также на английском. Хотя есть дома, где у нас на финском, английском, там, испанском, русском, да. Здесь почему-то администрация только на трех языках написана, на финском не написано. Но здесь город вообще удобный, то есть даже вывески в магазинах смотришь на разных языках. Да. Так, выходим. Подъезд такой полуоткрытый. Сейчас мы заходим в квартиру. Значит, мы входим в саму квартиру. Значит, здесь прихожая, есть видеодомофон. Сразу в прихожей есть шкаф. Где можно разуть обувь, повесить свои куртки, которые редко здесь используют, гостевой санузел. Да. Так, это гостевой туалет. Да. Получается, повторюсь, эту квартиру уже, она куплена, просто собственники, они, получается, ее вам отдают, а вы ее сдаёте в аренду, да? Да, она куплена еще давно, в 2020 или 2019 году, и они не пользовались, еще не жили. Вот сейчас мы только закупаем мебель, еще не все привезли, еще нужно шторы, картины и так далее. Готовим ее под аренду. Здесь у нас большой зал, совмещенный с кухней, и выход на террасу. Вот виды можно сразу видеть, вот это вот преимущество, когда ты живешь на море. Да. Видит в пластырь. Здесь огромная терраса, она угловая, и вообще квартира сама большая. А здесь у нас шкаф, где установлена, будет установлена стиральная машина и водонагреватель, а на крыше еще солнечные панели. И пить на море. Получается, квартиры сдаются уже как бы... У нас просто вот мы покупаем квартиры, у нас надо делать ремонт заново, здесь уже не уже с ремонтом. Нет, в Испании мы передаем квартиры полностью готовые к проживанию. То есть кухня со всей бытовой техникой, встроенные шкафы в спальнях, завершенные ванны, освещение, кондиционирование, теплые полы ванной комнате. Необходимо только купить кровать, диван, стол обеденный. В принципе, надо же жить. Ну да, это мы, повторюсь, говорим сейчас про покупку, правильно? Про покупку, да. Вот она примерно продается вот в таком виде, если мы покупаем новую квартиру, да? Да, в таком виде, кроме стола, кроме стулья, все остальное входит, освещение есть, кондиционирование, кухня со всей бытовой техникой. Это все укомплектовано застройщиком. А ремонт уже получается как? Примерно во всех квартирах стандартный или там как-то? Да, мы когда строим новое жилье, мы даем клиентам на выбор выбрать цветовую гамму, например, напольного покрытия. У нас есть разного варианта плитка, также ванные комнаты можно выбрать под себя, какие больше нравятся. Цвет кухни, это может быть белые дверки или могут быть другие, столешница, серая, белая, это кварцевый камень. Так что, да, под себя можно, когда ты покупаешь на начальном этапе, ты можешь выбрать под себя. Да, ну давайте посмотрим сейчас всю квартиру, а потом уже узнаем стоимость. Кухня, кухня большая, она совмещенная с гостиной, более 40 метров общая площадь. Вообще эта квартира была 4-комнатной, здесь было 3 спальные комнаты и 3 санузла. Но собственники, кто купил эту квартиру, они одну спальню попросили убрать, тем самым увеличили 2 спальные. То есть сегодня здесь 2 спальные комнаты и они очень большие по местным меркам. Так, по поводу кухни, так, кухня тоже, да, получается, вы уже продается вместе с кухней? Да, то есть вместе с кухней передается все наполнение, да, это бытовая техника, посудомоечная машина, ротуховой шкаф, индукционная плита, холодильник, вытяжка, да. Здесь еще просто не установили, здесь специальная вытяжка с микроволновкой встроенная, это так заказали. А вообще в стандарте обычная вытяжка, обычная микроволновка. Так, это получается как такая кухня-студия. Да. Переходим дальше. Значит, здесь у нас одна спальная комната, большая, со встроенным шкафом. Встроенный шкаф, это тоже, это тоже входит в стандарт, который мы передаем. То есть уже все наполнение в шкафу, в том числе, это входит в стоимость. Эта спальная комната, можно сказать, мастер-бэдром, она со своей ванной комнатой, полноценной. Единственное, что сейчас в ванной не принято делать, делают душ. То есть вся сантехника, теплый пол ванной комнате, это все по умолчанию входит в стоимость. Да, здесь тоже свет блынкает, а можно отключить и будет подсветка. Можно отключить. Так, сейчас не блынкает. Ну, очень классно, что не нужно будет делать ремонт, потому что с ремонтом это столько проблем потом. Ой, я представляю. А для нас, конечно, было бы намного, как для застройщика, намного лучше передавать до ремонта. Но в Испании это запрещено. Здесь мы на настройку должны передавать даже, включая кухню. Да, это очень классно, потому что... Качественные окна у нас, здесь хороший стеколопакет немецкий. Мы на оживленной улице, хотя окно закрыли, вообще никакой, ничего не слышно, ни машины, ничего. Балкон угловой, это тот же самый балкон, на который мы выходили с гостиной. Можно так. Здесь еще один шкаф установили. А, здесь стирально машины с сушильными. Да, здесь получается вот оживленная улица. Сейчас, наверное, тут сиеста или как тут? Нет, еще рано. А, еще рано? Сиеста, да. Получается, терраса соединяет все комнаты. Здесь еще одна спальня, мы закрытый балкон мы зайдем через другую. Сейчас посмотрим еще одну спальню. Точно такая же идея. Спальня со своим самым ломом. Я напрючу свет, чтобы ты не мешал. Я прям хожу и, ну, мне очень нравится, как ремонт сделан. Вот именно бело-серый цвет. Это то, что сегодня любят клиенты. Да. Поскольку вот это так. У нас очень много скандинавских клиентов, они любят такие тона светлые, что было такое, можно сказать, хай-тек, большие окна. И все светлые. Сама спальня больших размеров, это не типично для Испании. Повторю, почему это получилось, потому что здесь было три спальных комнаты. Одну спальню убрали и увеличили тем самым две спальни. Точно так же два панорамных окна, выход на балкон, откуда открывается вот такой прекрасный вид на море. И самое интересное, так, сколько здесь метров в этой квартире и какая стоимость? Эта квартира, общая площадь, 148 метров. Квартира, еще здесь есть гараж, парковочное место, мы потом посмотрим внизу. Сколько стоит, ну, я не знаю, если бы ее сегодня собственники хотели продать, я думаю, порядка 420-430 тысяч евро лилов продали бы. Но эта квартира под аренду, ее будем сдавать в аренду. Если я не ошибаюсь, стоимость 1200-1300 евро в месяц, ее еще не разместили. У нас есть точно такая же квартира, только с оригинальной планировкой, с тремя спальными комнатами, этажом выше. Мы ее сдали за 1400 евро, сняли у нас как раз клиенты из Швеции в длительную аренду. Это тоже будет плюс-минус 1200-1300 евро будет в месяц. У вас компания, получается, вы как и застройщик продаете новые квартиры, еще у вас есть, мы будем смотреть, как это, уже бушная. Бушная, вторичная, да. У нас основное направление это агентство недвижимости. Это то, с чего начинался бизнес и то, с чего я развивал компанию Алегрия. Агентство недвижимости занимается продажей любой недвижимости на территории побережья Коста-Бланки до Валенсии. Это вторичная недвижимость, это новостройки собственные и новостройки от других застройщиков. То есть мы продаем все новостройки на побережье. Ну и вот... И также у нас, да, своя управляющая компания, мы сдаем объекты в аренду, у нас более 500 объектов уже в управлении, которые мы сдаем в аренду. Да. И вот, ну, интересно, вот ценовая категория. Вот какой ценовой категории, примерно вот в Тарельефе. Я знаю, что тут в Испании можно купить жилье там и за 10 тысяч долларов, где-то там горят в горах, какой-то разрушенный домик, не знаю. Да, и такие объявления видел, я сам живу, никогда не смотрел в такие домики, но они есть, безусловно, там в Киеве. Это где-то далеко и... Инфраструктура где-то в горах, разрушенная там по 10-20 тысяч евро. Наверное, найти можно, но мы такой недвижимостью не занимаемся. Если мы берем Тарельефу, в Тарельефе сегодня, наверное, от 40-45 тысяч евро можно купить студию. Студии небольшие, преимущественно метраж у них плюс-минус 30 квадратных метров. Но плюс вы будете в 5-7 минутах пешком от пляжа, от набережной. Квартиры двушки, да, это одна спальная комната, салон с кухней сегодня стоит плюс-минус 60-65 тысяч евро. Трешки, это две спальные комнаты, 70-80 тысяч евро. А новостройки сегодня 200 тысяч и выше. Да, в общем, это все я буду показывать в своих видеороликах, потому что, ну, особенно вот бюджетное жилье, кто спрашивал. Ну, и уже потом выше и выше по ценам. Так, мы вышли на балкон и вот такой вопрос. В принципе, по стоимости мы поняли, что есть квартиры в разных ценовых категориях. Я это все буду показывать и ссылки тоже будут на эти квартиры под видео, вот сможете посмотреть. По поводу вот этапов. Я, например, приехал в Испанию и у меня вообще ничего нету, только есть, например, деньги. Да. Вот. И сколько времени занимает покупка недвижимости, вот оформление всех документов? Я просто полный ноль. Я ничего про это не знаю, вот расскажите. Да. Ну, сегодня процесс занимает в среднем три месяца, потому что нам необходимо открыть банковский счет. Это нужно подготовить документы. Деньги нужно завести в Испанию. Это тоже не самый легкий процесс, да. То есть нужно все правильно подготовить, необходимо получить налоговый номер, в Испании он называется НИА номер, для покупки недвижимости, подготовить документы по самой недвижимости, проверить ее на чистоту, что там нет никаких обременений. Усредненно от момента выбора недвижимости, когда вы внесли залог, задаток, резерв, до момента сделки, когда мы идем к нотариусу, проходит 90 дней. Обычно вот за этот период мы, как правило, осуществляем сделку. Да, в принципе. А чтобы сделать вот этот, как, идентификационный код, вот этот? Да, НИА номер. Да, получается, там надо какое-то вид на жительство делать? Нет, там не нужен вид на жительство, идентификационный номер, чтобы получить, необходимо предконтракт на покупку недвижимости. То есть, когда мы выбираем недвижимость и вы вносите задаток, у вас есть на руках договор о резерве недвижимости. Это документ, который необходим для получения вот этого самого номера. Там подготавливается пакет документов, он не такой большой, мы всем этим процессом занимаемся. Да, в общем, вы все делаете сами, потому что для многих, ну и для меня тоже, там оформление каких-то документов, это просто страшный сон. Ну, безусловно, когда вы приезжаете в Испанию, вы не знаете испанский язык, вы сами этим процессом заниматься, скорее всего, не сможете. У нас есть отдельная юридическая компания, которая занимается полностью всем циклом по оформлению недвижимости. То есть, полностью весь процесс от самого начала и до завершения сделки у нотариуса, до регистрации в реестре собственности. То есть, весь процесс они делают по доверенности от покупателя. Ну, вот на примере этой квартиры, смотрите, ей 2 года и, в принципе, здесь нету никакой сырости, никаких там посторонних запахов, какой-то оцелелости. В общем, что хотел спросить по поводу отопления. Здесь, я так понял, нет никакого отопления? Здесь нет отопления, здесь установлен центральный кондиционер, который работает на тепло и на холод. Летом вы охлаждаете квартиру, зимой вы отапливаете, плюс во всех банных комнатах установлен теплый пол. Но теплый пол электрически, как известно, электричество сейчас очень сильно подорожало, поэтому нужно 2 раза подумать, пользоваться им или не пользоваться. Но он есть. Ну, а вот я, например, купил квартиру, вот в месяц сколько я должен платить за вот это все? За обслуживание. Да, за обслуживание. Все зависит от недвижимости, от дома, от инфраструктуры, которая есть в доме. В новостройках обычно плюс-минус 80-90 евро в месяц это коммунидат, ТСЖ, да? То есть за содержание комплекса, пользование бассейном, уборка и так далее. Ну и электричество и вода по счетчику. Вода у нас недорогая в Испании. В среднем в месяц 30-35 евро в месяц это вода. А вот электричество сегодня, я бы сказал, в среднем, наверное, рассчитывает на 150 евро в месяц. Иногда это может быть и 200, потому что электричество подорожало. Но здесь все зависит от размера квартиры, как вы будете пользоваться электротоваром и какой классификации энергетической у вас бытовая техника. Да. По поводу, что еще хотел спросить. Квартира продается вместе с паркоместом, да, получается? Нет, парковочное место обычно продается отдельно. Отдельно. И сколько стоит? Все зависит от дома. В среднем сегодня в новых домах парковочное место стоит 16-18 тысяч евро. Да. За обслуживание бассейна тут получается уборщица, охрана. Охраны здесь нет. Здесь есть уборка, здесь есть придомовая территория, это бассейн, сауна. Значит, за это платят жильцы где-то примерно 80 евро. 80 евро. Да. Да. Ну, в принципе, по-моему, отлично по сравнению. Сколько мы платим? У нас не бассейн. Ну, сейчас просто курс скаканул сильно, а так у нас выходило. Ну, там у нас консьержка, ну, там камеры были и вывоз мусора, там уборка территории. Сейчас скажу сколько. Ну, где-то 50 евро было. 50 евро? Да. Ну, это по тому курсу. Сейчас просто все так быстро меняется. Ну, да. Ну, и цены, наверное, там тоже у нас будут расти. Поэтому, мне казалось, тут все намного дороже из-за бассейна. Так получается. Не сильно дороже. А в бассейн, например, могут приходить и гости, да, комплекса? Конечно, конечно, могут приходить и гости. Бассейн работает в зависимости от комплекса. Обычно с 9 утра и до 10 или до 11 вечера. То есть, когда мы сдаем комплексы и передаем на баланс управляющая компания, она проводит с собственниками квартир, проводит собрания. И они на собрании устанавливают правила. Есть дома где-то до 10 вечера в бассейне, есть где-то до 11 работает. Ну, если честно сказать, ремонт в этой квартире очень нравится, потому что у меня тоже была квартира. И я, ну, точнее, она есть. Элементарно даже плитка ванны. Я понял, что она должна быть глянцевая, потому что у меня была матовая. И в матовую въедалась грязь. А вот глянцевая плитка ванны, она как-то вот, ее очень проще мыть. И здесь видно даже качество ремонта очень классное. Вот по поводу даже швов. Смотрите, какие тоненькие швы. Ну, ремонт мне нравится. И сам цвет, то есть, бело-серый, это, скажем так, мои любимые цвета. Прямо как для меня делалось. Это квартира. Шкафы. Ну, повторюсь, что в следующих роликах мы уже покажем более такое бюджетное жилье. И там будут квартиры вот 40 тысяч евро, которые можно купить на берегу моря. То есть, сколько там, 7 минут до моря идти. Посмотрим и такие варианты. Шкафы тоже очень классные. Ну, качество ремонта действительно очень хорошее. Потому что иногда, ну, я просто больше с нашими сравниваю. То есть, иногда оно стоит, как бы так, для галочки. Потом нужно переделывать. Так, ну что, наверное, будем выходить из этой квартиры и будем смотреть паркинг. Еще один момент. Здесь, получается, автоматические жалюзи. Потому что я жил, мне надо было за веревки дергать. Ну, максим старый, намок за веревки. На настройках сейчас электрические, конечно. Все, мы спускаемся на паркинг. Заходим. На лифте мы спустились к паркингу. Так, вот он паркинг. А еще хотел спросить, а вот, я знаю, часто бывает выгоднее покупать квартиры на этапе строительства, потому что когда они уже будут построены, они будут строить дороже. Здесь какая система? Здесь тоже на начальном этапе квартиры обычно немного дешевле, чем на фазе окончания строительства. Но дело в том, что здесь все распродается на начальном этапе. И когда дом достраивается, уже квартир свободных нет. Но как бизнес это не работает. Я знаю, что очень многие в Украине и в России, в том числе, покупают на котловане, потом перепродают. Как бизнес здесь это не работает. Потому что, во-первых, стоимость увеличивается на 10-15%, но здесь есть налог на покупку в Испании 10%. Поэтому он и съедает всю маржинальность. Если покупаю на этапе строительства, сколько по времени строится дом? Через сколько я смогу заехать? Все зависит от дома, насколько большой дом. Но в среднем от года до 14 месяцев. То есть этот дом строили, по-моему, 14 месяцев. Обычно 12-14 месяцев строим дом со всей чистовой отделкой, с ремонтом. И, наверное, тоже будет интересный вопрос. У нас просто часто, я слышу, купили дом на этапе строительства, потом застройщик не достроил дом. Как с этим тогда здесь? Нет, здесь сегодня это исключено. До прошлого кризиса, 2008 года, такие случаи, конечно, были. А сегодня дело в том, что банк несет ответственность за эти деньги, которые вы платите в течение строительства. И застройщик выставляет банковскую гарантию. Кроме того, здесь нет 100% платы. Мы берем в течение строительства 40% от стоимости. Оставшиеся 60% на момент передачи ключей. Так что здесь это исключено. Конкретно от нашей квартиры, это какой номер? Вот это 21 номер. 21 номер. То есть вот это парковочное место, это лежит квартире, которую мы посмотрели. Здесь даже еще остался от телефона такая штучка. Вряд ли это собственникам квартиры, потому что они сюда ни разу не заезжали, не пользовались квартирой, у них есть другая. А парковка здесь, получается, есть вот подземная и еще, да, какая-то? Еще есть на 0 этаже, там, по-моему, на 10 или 11 мест. И здесь тоже где-то плюс-минус на 10-11 мест. Вообще всем квартирам не хватает парковки. В доме 29 квартир и, по-моему, 21 парковка. Так, сейчас мы еще поднимемся на крышу. Так, вышли мы на крышу. Да, в этом доме совсем небольшой кусочек, получается, общественный, потому что все квартиры, которые на последнем этаже, пентхаусы, они двухэтажные квартиры. У них помимо основного этажа есть еще крыша, на которой установлен душ, барбекю, кто-то делает беседки какие-то. Так что, по сути, эксплуатированная крыша. Да, ну, видно здесь, да, видно, мангал, душ. Ну, вот, да, у кого-то. А здесь уже можно сделать, что захотите. Да, вон там, например, сделали беседки какие-то. А двухэтажные квартиры сколько здесь стоят и сколько метров? Ну, помимо, если там, например, сама квартира плюс-минус, я не знаю, там 90-100 квадратных метров, у тебя еще плюс 80-90 метров крыша. Соответственно, два раза больше площадь. Стоит, ну, по-разному. Сегодня от 320-330 тысяч евро такие квартиры строят в новых комплексах. Да. Вообще цены с каждым годом становятся выше или как здесь? Вот сейчас, за последний год цены существенно выросли, прежде всего из-за подорожания себестоимости строительства. Очень сильно подорожали стройматериалы, арматура, бетон, кирпич, стекло, окна, двери. Ну, все подорожало. Арматура вообще в три раза подорожала, кирпич в три с половиной раза подорожал. Поэтому это, конечно, приводит к росту цен на недвижимость. Сейчас мы пройдем в офис и посмотрим, вот, как купить квартиру на этапе строительства. Потому что вот сейчас квартиры, которые покупают, если я захочу купить, там даже еще не выруют ни котлова, ничего там, да? Только экскизы есть. Да, еще даже не начали строить, там только экскизы. Вот по поводу парковки, если вот мы идем по городу, здесь получается, там, где я понял, белые черточки, там можно парковаться и оставлять машину насколько хочешь, да? Да, у нас в городе бесплатная парковка, кроме подземных парковок частных. Вся муниципальная парковка, она бесплатная. Вот где белая, это можно парковаться. Например, желтая парковаться нельзя, либо в какое-то время нельзя. Да, да. Да, я когда паркуюсь, я паркуюсь на белых, чтобы уже быть уверенным. Ну, нужно тоже смотреть, в каком городе, потому что в большинстве городов Испании парковки платные. Даже на улице стоят такие, как автоматы для парковки. А если арендовать, вот подземный паркинг, это сколько в месяц выходит? Сейчас плюс-минус 50-60 евро в месяц аренда. Так, мы подошли к офису. Я так понял, у вас в городе много офисов, и каждый специализируется на чем-то своем, да? Ну, практически, да. У нас 4 офиса, 3 офиса агентства недвижимости, и это офис компании-застройщика. Когда мы продаем нашу новостройку на начальном этапе, это все оформляется здесь. Тут у нас есть стенд с материалами, который можно выбрать. Кстати, вот предлагаю зайти посмотреть. То есть, уходи, проходи. Никого уже нет? А, нет, закрою. Да. Здесь у нас, значит, материалы. Вот, например, вот такая плитка напольная. Либо, либо вот что-то такое. Либо с другой стороны здесь можно посмотреть по дереву. Можно выбрать. Вот, кстати, клиенты скандинавских стран в основном вот такой выбирают. Это керамика, но по дереву. То есть такой эффект, можно сказать, натурального дерева. Это плитка, которая используется в ванных комнатах, на стены. Что-то такое. Либо вот такое, например. Также есть материалы кухни можно дать, выбрать столешницы и так далее. А, еще хотел спросить, вот качество воды здесь какое, считается хорошее? Потому что у меня иногда... Для питья нет. Нет? Для питья нужно устанавливать фильтры. И вообще по-хорошему устанавливать на квартиру там один фильтр, чтобы можно было использовать эту воду и для готовки, и для питья. Это по всей Испании, да, так желательно? Возможно, где-то на севере будет получше вода, но здесь так. Я понял. Ну что, на этой прекрасной ноте мы уже будем заканчивать видео. Очень много будет информации на сайте компании Алегрия. Здесь даже вот к офису пришли. Есть огромное количество квартир, которые продаются. Видно, и как бы и за 47 тысяч 900 есть, кстати. В общем, вся эта информация есть у вас на сайте, правильно? Да, да, обращайтесь, пишите. С удовольствием подберем вам недвижимость и на покупку, и на аренду. Будем вашим проводником в этой стране солнечной. Всем огромного счастья, самое главное мира. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все полезные ссылки будут под видео. Всем пока.